Девушки отдыхают Это все, что я делаю, когда я один И все, что мы делаем, когда мы вместе ЛСП – это частичка жизни Важная частичка жизни Большого количества людей Ну пиздец ты задаешь Типа, что такое жизнь? Это отличная работа В которой не приходится работать В принципе Музыка – это суперважно И для меня все-таки ЛСП – это очень музыкальный проект Получаешь удовольствие Абсолютно все время На концерте После концерта На каких-то других мероприятиях Репетиции, все что угодно Все проходит очень хорошо Очень так, как Я это вижу Как считаю, что это должно быть Это определенный отрезок жизни В котором я, по крайней мере, участвую ЛСП – это Семья Любовь Потомство ЛСП – это Лучшая музыкальная группа Беларуси Нет, не Беларуси Мы же СНГ лучшая группа Лучшая белорусская группа Вот так, если сказать ЛСП – это Лучшая белорусская группа Это Все Кто За этим наблюдают Кто С этого прикалывается Кто Нас хуесосит Кто Нам Респектует Кому Мы Респектуем Мы Вроде Никого Нихуесосим Если Кто-то Из нас Кого-то Захуесосил Он Пошутил Это Пиздеж Мы Никого Нихуесосим Мы Всех Любим Особенно Петр Клюев Нихуесосим Нихуесосим Все Роже Клюев 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 Нихуесосим Сто Пару Кли他們 Кли Как Они Тур мы, короче, откатали, я уже очень сильно заебался, мы ездим сколько там, 15, 16, 17, 18, ну вот 3-4 года окатаем. Мамка спрашивает, ну что у вас там в туре? Блин, ну что я ей расскажу, как мы гоняем, угораем там после концертов иногда. Да бля, просто уже эта поездка идет, пиздец, ты как в сериале, который не нужно ждать неделю, чтобы вышла следующая серия, нужно подождать всего лишь день, блядь, и наступает новый пиздец. Завтра уже полетим домой, остались только отличнейшие позитивные эмоции, потому что за эти 3 месяца и отдыхали, и играли, и работали, и куролесили, все что угодно. Я рад, что я могу ее ездить и вот давать людям, просто берите, это все для вас, потому что для меня музыка это призвание. То, что мы прогрессируем в плане турового коллектива, это очевидно, то есть мы какие-то моменты автоматизируем, у нас появились там видеооператор, светооператор, мы что-то синхронизируем, чтобы это все шоу, чтобы это был не просто концерт, а все превращалось в шоу. У нас разные площадки, это площадки от тысячи и три тысячи, четыре тысячи людей приходят, конечно, вообще я получаю как музыкант, как барабанщик колоссальный опыт. Поездки это всегда веселые приключения, особенно с такими отличными друзьями, как в нашей команде. Да в каждом городе пиздец. Это не объяснить вообще словами. Очень прикольное, классное ощущение. И, наверное, поэтому музыканты спеваются, когда все заканчивается, да? Это просто офигенный дар получить такую возможность, столько ездить. Ведь путешествия вообще и познание этого мира – это одно из самых сильных, самых нужных, я бы сказал, вещей. Я счастлив и каждому желаю этого. Надеюсь, так будет всю жизнь. Когда мы играли предыдущие большие концерты, по-моему, год назад, пригласили нашего товарища-саксофониста Лео, который принимал участие в записи Трэджик Сити. Потом как-то так это все хорошо зазвучало, так нам понравилось, что мы решили его на какие-то большие мероприятия отдельно еще вытаскивать. А потом я решил, что все должно быть дорого и всегда. Ну, как-то, типа, это нечестно, что где-то дороже, где-то дешевле. Везде должно быть дорого. Возможно, нам нужен еще тромбонист, но об этом мы подумаем попозже. На самом деле, очень долго я играл только авторскую музыку. Так, периодически, естественно, работая на каких-то мероприятиях, но очень мало. А за последние где-то года два пришлось поиграть плотненько по корпоративам, по всяким свадьбам. Но благо это время быстро прошло, и рок-н-ролл вернулся в мою жизнь по полной программе. До сих пор не знаю его настоящего имени. Леонель, Леонард. С Леонелем мы знакомы давно и играли, наверное, года с 2006-го. И не хватит, блядь, твоих трех фильмов, чтобы рассказать все, что вообще было. Талантливый чувак, духовик, сексофонист, человек семейный. И мне нравится, что Леонард рубится на сцене. Мне нравится, когда на сцене люди танцуют с инструментами. Он отдается в каких-то ситуациях, когда это нужно, не хуже Бендера. То есть я замечаю, что он прям там с саксофоном разгоняет по сцене максимально круто. Ну и его соляки очень хорошо звучат. Да и вообще как бы он... И как человек тоже очень классный. И еще я заметил, если он пьет, то это незаметно, что он пьет. Он наливает, пьет, при этом он... Ну никак вообще незаметно, что он пухал. Саксофон – это довольно сексуальный инструмент. И Леон, мне кажется, соответствует владению этого инструмента. Спочат бы удивить своими мелодиями. Саксофон – это довольно сексуальный инструмент. 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 С приходом живого состава в ЛСП, конечно, музыка, она приобрела немножко другое звучание, немножко другую энергетику, как по мне, ну, это добавило изюминки в эту группу. То, что сейчас играет ЛСП, это стопроцентная поп-музыка, я бы сказал так. То, что сейчас модно, как ни крути, к нему пришивается ярлык поп-музыки. Рэп это или рок, я вообще на эти стили уже лет 10 ничего, в принципе, не делю. В наше время уже просто миксуется все со всем, и если это качественно, прикольно сделано, то что бы там ни было намешано уже, так четко определить стиль, в принципе, невозможно. Но если задавать такой вопрос, что это за музыка, то я скажу одно, это прежде всего музыка. Музыка, вот и направление, вот и все направление, хорошая музыка, в которой хороший текст, хорошие мелодии, хорошая гармония, она резонирует со временем, резонирует с реальностью. Вот, прежде всего, это музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он самый главный человек в команде Он дирижер, координатор, генералиссимус всего этого ебучего оркестра Маненок самый лучший звукорежиссер на свете И человек с самым жестким юмором Так делаем то, то вы сюда Ну он, когда нужно, он сентиментален Но когда ситуация требует хладнокровности Где сентимент, ну никак, ну будет мешать Он его отрубает и делает просто все на Такой терминатор, у которого есть душа Я работал с многими звукорежиссерами И мне очень нравится его подход Он отстраивает мне барабаны перед выступлением Это я встретил только первый раз, увидел такое Отличный тролль Поэтому не только отстраивает звук, но еще и веселит всех подряд Маненок беспощаден в своих злых шутках Не курит, не пьет Женат Ну то есть, знаешь, мы с ним два таких женатиков Для того, чтобы покупать какие-то железки музыкальные Какие-то микрофоны, пульты В то время еще это была актуальная тема Нужны были бабки Бабок как таковых не было Отец меня устроил Он был водителем скорой помощи Устроил меня санитаром на скорой Вот я, соответственно, санитаром работал И там появились у меня какие-то личные деньги Которые я откладывал на покупку Какого-то музыкального, студийного оборудования Это как бог этой организации Может управлять всеми по отдельности и всеми сразу Если Маненка будет плохое настроение Или если он обидится на кого-нибудь Например, он может выключить просто Петя Клюеву клавиши Если он будет очень пьяный И все, пиздец, клавиш не будет Поэтому Маненок самый главный Если он захочет, он отключит всех И все, пиздец, концерт закончился Я познакомился с таким коллективом, как товарищ Маузер В котором электронщиком был Рома Англичанин И в определенный момент Рома стал просить меня Помочь ему в концертной звукорежиссуре Ну и после того, как у группы ЛСП уже Ну еще тогда Рома и Олега уже намечались Какие-то определенные концерты Он меня пригласил звукооператором Стать звукооператором коллектива У нас есть выходные То есть у нас не постоянно каждый день идет Просто концерт, 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 переезд, концерт У нас есть выходные, когда можно просто расслабиться Просто отдохнуть Отдых делится, собственно говоря, на два типа Первый тип — это активный отдых Когда ты заебываешься еще больше, чем во время концертов Такого отдыха, в принципе, большая часть получается А второй тип — это пассивный отдых Когда у тебя не остается силы Ни на что и ты вырубаешься Он происходит либо в дороге Либо изредка, когда сил не остается Даже после отдыха в дороге Можно на денек выключиться Так что, блядь, мы вместе каждый день Я сижу в номере, занимаюсь своими делами Мастурбация Все достаточно прозаично, на самом деле Шутим, медитируем, играем в карточные игры Деньги Повсюду На самом деле мы двигаемся как пенсионеры Даже не могу ничего больше добавить Хотел сказать, мы двигаемся как пенсионеры Только еще бухаем Но вспомнил, что пенсионеры тоже бухают Бывает крепко алкоголический отдых Выпиваем, да Выпиваем, ого, как выпиваем Прямо так бывает, выпиваем, что прямо Предпоследний раз 5 бутылок потянули приколить Просто с князем Саша Минец Как по мне, это очень крутой барабанщик Он подкованный Он постоянно развивается С учетом того, что мы обитаем с ним в одной комнате Я могу точно сказать, что это фанат своего дела После концерта обычно музыканты хотят отдохнуть или поугарать А этот человек садится и обрабатывает, начинает концерт Ну, короче, такой же больной, как и я У меня есть старший брат Вот, и он был бас-гитаристом Играл в группе В такой дворовой группе Вот они играли В гаражах Тогда это было все модно делать Мне очень понравились Почему-то сразу же барабаны Я сразу понял, что в них что-то для меня есть общее И, собственно, потихонечку начал пытаться на них играть В то время у нас не было возможности приобретать эти барабаны Это вообще был такой диковинный инструмент И поэтому мы играли обычно с пацанами Короче, я собрал свою группу И мы и начали играть на картонных коробках Конечно, когда он там на взводе, он такой ух А так, вот в миру он и спокойный Ну, то есть он такая колыбель Он может быть и спокойным, и бурным Я думаю, ему очень много опыта Дало, конечно, игра в разных ресторанных делах Где приходится много импровизировать Поэтому очень легко схватывает все Можно в любой момент начать делать все, что попало Он тебя поддержит Я играл в кавербендах Знаете, это такие группы, которые играют на свадьбах, корпоративах Выступают, веселую музыку играют Популярную Лепс там всякое такое За два дня до того, как мне позвонили по группе ЛСП Петя Я вообще ушел из своей группы Точнее, я объявил о том, что я собираюсь уходить Потому что я пошел преподавать Мне это очень нравится И я решил больше не играть в ресторанах Как-то так не до этого было И так получилось, что я объявил о своем уходе из кавербенда И через два дня меня позвали в ЛСП Ну, то есть здесь, если так вот философски подходить к этому То можно подумать о том, что сначала нужно сделать шаг Для того, чтобы у тебя что-то получилось другое Плейлист на концертах у нас вставляется на каждый концерт отдельно Абсолютно на каждый То есть не было еще двух концертов, где были одинаковые последовательности песен Короче, меня просто заебало перед каждым концертом придумывать новый трек-лист А играть одно и то же просто не поворачивается Не рука, а чем мы там играем Ну, короче, это душа, да-да Не поворачивается душа Ну, никто не знает плейлиста до начала концерта Буквально там за полчаса он обычно пишется Каждый имеет возможность составить самому трек-лист Вне зависимости от того, музыканты или технический персонал коллектива Каждый может составить трек-лист по своему усмотрению Ну, понятно, с какими-то там устоявшимися факторами Но мы, в принципе, все это прекрасно понимаем И, по крайней мере, я считаю, это прикольная штука о том Что, допустим, я там люблю какую-то песню коллектива И я ее хочу услышать на концерте И коллектив играет ее И ты, в принципе, ощущаешь то, что ты являешься в определенный момент Манипулятором целого коллектива ЛСП И, по крайней мере, я хочу услышать на концерте Первую свою гитару я нашел на помойке, когда возвращался домой со школы И, ну, в тот момент я достаточно активно занимался барабанами И подумал, что на барабанах дома играть нельзя Просто потому, что хуярил по подушкам постоянно И, в принципе, родители достаточно быстро этим заебал Вот, а гитару можно было тренить на ней дома И я, в общем, забросил друзей Забросил футбол Которым на тот момент более-менее занимался Он играет еще, кстати, на другую сторону гитары у него Это тоже очень прикольно Тогда я слушал группу Браво и начал подбирать на слухах песни А поскольку я был левша, а гитара была праворукая Я ее просто перевернул, а струны остались в такой же позиции Бенда, ну, мы с Бендером уже лет 11 вместе играем Я знаю, что сказать Воплощение рок-н-ролла Классический, крутой гитарист панк-рока Музыкант, очень талантливый человек На сцене шоумен Как по мне, наверное, это единственный участник коллектива Который движется на сцене больше, чем все остальные Ну и вообще, короче, когда я наблюдаю за ним из зала То он радует мой глаз Мне написал Роман Николаевич и попросил записать несколько песен для альбома Трэджик Сити или Мэджик Сити Юмор Такая смекалка Энергетика Чуткость, моменты, когда нужно что сказать Что выпить И с кем, и как, и когда Просто грязный панк Старый охотник Отличный парень Рад, что знаком с ним Редактор субтитров А.Семкин Последние Там пару лет, получается Я вообще как-то про отдых Как таковой Можно сказать, забыл Ну, про полный отдых Знаешь, когда ты вырубаешь телефон Типа Вырубаешь Закрываешь компьютер Просто, типа, занимаешься своими делами Какие-то ебучие проекты Кто-то что-то хочет Кто-то что-то предлагает Кому-то ты что-то предлагаешь И ты постоянно ввязываешься в новую хуйню И тебе надо ее разъебывать Потому что ты реальный пацан Реальный пацан Делай то, во что он ввязывается Но периодически, конечно Даже в это время я отдыхал Сейчас планирую больше времени этому уделить Ну, конечно же Время с друзьями Друзья заряжают тебе энергией У меня есть друзья С которыми мы ездим Мы поем песни У меня есть друзья Которые мы приезжаем После того, как попели песни И занимаемся другими делами Играем в баскетбол Тусуемся Ходим на концерты Других чуваков Которые поют песни Пока мы не поем песни Записываем песни Которые потом поем или не поем И проще другие дела Друзья, это очень важно Они дают тебе ресурс Для того, чтобы двигаться дальше Субтитры подогнал «Симон» Почти всегда занимался музыкой Был период, когда учился В университетах Но все равно параллельно Любую свободную нутку Всегда уделял многому злу музыки Что-то писал, придумывал Искал Петя Клавишник и бэк-вокалист Группы ЛСП В этом человеке Ядреная смесь таланта И Алкогольного угара Петя Это одна из самых неординарных Личностей В нашем круге общения С чем я максимально солидарен Выступал очень много Потом дошло до того, что я У меня бывало там по 15 Вступлений в неделю Просто на грани человеческих возможностей Я пел И каверы, и пел свое Но прежде всего Всегда вставлял свой материал Даже если я исполнял какие-то каверы Веселил людей Радовал их Заставлял их плакать Грустить Вот В принципе у меня это неплохо получается Поэтому И этим я Занимаюсь Тоже сейчас Пишу песни И параллельно еще Вот работе С командой Мучаю свои Музыкальные идеи Рисунки Это мой старый друг Вот И он меня пригласил В группу ЛСП Хочу вас Охарактеризовать Как Очень талантливого парня Вот Очень необычного Образованного Воспитанного И вообще интересного человека Он мне Очень нравится Как человек Я в определенный момент Думал, что Петя Это редкостный балабол Но нет На самом деле Все, что в основном Он говорит Подкреплено действиями Он очень талантливый музыкант Но при этом Любит так отрываться Что я иногда Просто устаю от него Это же просто Ебаный псих Я не понимаю Как Можно столько держать Музыкальной Исторической И научной информации В одной голове Рэпер Наш белорусский Вожик Друг общий Вот Привел Олега На одно мероприятие Такое Ну, сомнительное Где я выступал Такое Ну, очень Необычное И просто Я не знаю Просто открылась Пандора Не то, что Пандора Ну, не знаю Ну, короче Раскрылась Да Интересное общение И Я увидел Просто профессионала И как-то Ну, какие-то Начались Человеческие отношения И немножко И в музыке То-сё А там Я Ну, ты покажи мне это Я покажу то Ну, как бы Вот развитие Человеческое Музыкальное Такое сотрудничество На уровне Нормального Хорошего отношения К друг другу И Мне кажется Интереса То есть Какого-то Ну, искреннего Такого Потому что Люблю харизматичных людей Потому что Я сам харизматичен Хорошего отношения Субтитры создавал DimaTorzok Первое время Когда я пришел в ЛСП И первые три или четыре месяца Когда я был в группе Я слушал только ЛСП Рок-музыка Рэп слушаю Ну, в рэп-музыку Я втянулся Благодаря тому Что стал работать с ЛСП Сейчас стараюсь Много музыки не слушать Прослушивать Много музыки А если уж слушаю Так, чтобы вот Послушать Коя музыку Это классика в основном Классическая Очень много разного Я купил себе подписку На какую-то программу Эксперименты Электроники Джаза И всякой народной музыки Я нихуя не слушаю Заебало уже все Стараюсь просто заниматься сам И смотреть как можно Больше документальных фильмов По астрофизике Животные Всякие Ну, знаешь, BBC В общем, познаю Окружающий мир Стараюсь искать Что-то новое Новинки какие-то Прикольные Особенно, конечно, интересно Находить Ноунеймов Которые вот-вот Должны Апнуться Пересмотрел Свои отношения Серьезно И начал слушать Больше Классической музыки Ретро-музыки Джаза Каких-то Таких уже Серьезных Исполнителей Вот Писниров Недавно Послушал Друзья Что-то тебе рекомендуют Ты рекомендую Что-то друзьям Вообще Слушаю все подряд Практически нет музыки Которая Не может Меня заинтересовать Если она сделана Качественной И с душой Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я долго лежал на диване И думал о жизни И в какой-то момент Я понял Что нужно проявить себя Отличное решение Было Найти гитару И начать заниматься Феррари Он же Куля Прекрасный бас-гитарист Который не играет лишних нот Играет только то, что нужно У меня никогда не было Такого друга Такого характера То есть В смысле Такого То есть Вот такой рядом Такой Который Когда нужно Поддержит Когда нужно Немножко Тихо-тихо Тормозни Все дела То есть Он абсолютно Парень на супербалансе Это человек Который Обладает Радиобазой Для бас-гитары Но по минимуму Движется на сцене Мне это Тяжело Объяснить Почему так происходит Скорее всего Потому что Он Антонио Феррари Почему Феррари? Был Практически Двухдневный Угар Во всех направлениях И На пике Всего мероприятия Я проявил себя Антон что-то рассказывал О том Что возле его дома Стоит Феррари Я не присутствовал При этом Рассказе Но Он там что-то рассказывал Феррари-Феррари И вот к нему Там Петя с Олегом Прицепили Эту Так сказать Фишку Он прыгал на Феррари Просто И ему дали кличку Феррари Бухой Прогнул крышу Ну я не буду рассказывать У меня там не было Ну я понял Что мне нравится Петь Когда Включил Очень громко Музыку И Так Орал Что Мои кореша Которые Тусовались На улице Начали Что-то Кричать И Просить Сделать Патише До прихода В ЛСП Я вообще не знал Что такое Бэк МС Потому что Там где я работал Музыкантом Это обычно Называли Бэк-вокалист Пока у меня Не было ушных Мониторов Я с трудом Представлял Что делает Дэн О, Денис Ястреб Это Очень интересный Персонаж И вначале Когда мы только Познакомились Он был такой Молчаливый Ну я типа Чего-то пытаюсь Шутку какую-нибудь Закинуть А он такой Типа Просто молчит И ты думаешь Чего ж ты за пидор Такой Вообще не реагируешь Ни на что Английский посланник Однажды у меня была История Немножко так угарнул Сильно Он смог меня Приземлить Успокоить Своим голосом Своей харизмой Настоящий Говорез Настоящий Охотник Это Человек С которым По крайней мере Мне кажется Я бы пошел В разведку Духовный снайпер Он такой Просто Все, ребята Размешал Это дерьмо Кто-нибудь Изнасченный Размешал Размешал Раз Два Три Сейчас мы будем катать Только вату Никаких туров Только вата И Реально Огромные Серьезные площадки От которых мы отказаться не можем Мы подсели на этот тяжелый наркотик И Легкие наркотики Пока нас не интересуют Мы хотим Мы хотим только Жесткача Только стадионы Только Миллионы Только Чемпионы Только мы Только чемпионы Серьезные площадки Желаю Чемпионы 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 С Олегом на самом деле прикольное получилось знакомство. Вот как раз когда я приехал на эту квартиру к Ромке, мы там писали гитары. Ну и смотрю какой-то чувак такой с причесочкой, типа, о да, охуенно, вот это партия. Я думаю просто, что за хуй, типа тут трется, что-то советует. А я думал, что ЛСП это типа один чувак. Вот, а потом я прихожу как-то к ним на концертах, смотрю, а это вокалист. Рад, да, что встретил его на своем жизненном пути. Необычный человек в моей жизни, потому что я, наверное, единственное знаю Олега с такой дикой популярностью. Это, конечно, для меня в первое время было необычно, когда идешь с ним по улице, а к нему просто подбегают, просят автограф. Это такие необычные ситуации, на самом деле, которые, ну, только по телеку, может быть, когда-то видел. Критиковать начальство нельзя, но, как по мне, вопросы... Делать так, как нужно, ну, и что тут, вот нечего говорить. Он талантливый человек. Я в какой-то степени даже пытался декодировать его песни. Но даже вот песнями я это не зову. Я назову в определенной степени поэзию, потому что поэзия присутствует. И мне нравятся определенные вещи. Я прям завидую, что когда-то я тоже был вокалистом группы и тоже пытался сочинять свои песни. И я понимаю, что я до такого уровня точно не дотягиваю. Харизма плюс исполнительность, ответственность, интеллект. Очень открыт к музыкальным экспериментам, ко всяким, к развитию. Это очень главное, чтобы человек, который является движущей силой, не был замкнут только на чем-нибудь своем. И все, я не слышал ничего вокруг. Мы посмотрели на огромное количество городов. Посмотрели, как, где, кто живет. Я уже, в принципе, в большинстве из них был. Вот ребята некоторые дальше от своих домов особо не выезжали. Я думаю, для них это было прикольным экспириенсом. Для меня тоже ехать на двух автобусах большой тусовкой очень весело. Ты никогда практически не скучаешь. Например, если ты не очень хочешь разговаривать, ты можешь сидеть с князем за столом и переброситься с ним парой фраз. Если очень хочешь поговорить, можешь сесть к Пете Клюеву. Ладно, послушай. Если хочешь послушаться, можешь сесть к Пете Клюеву, узнать, как проходит твоя жизнь. Это весело, это круто. С утра все встают, обмениваются историями про то, как прошел вчерашний вечер, у кого как. Кто-то пошел спать в девять вечера, как после спокойной ночи малыши. Кто-то бухал до шести утра. Князь не ложился, монтажил видос до утра. И вся эта движуха идет. Это как большой детский лагерь на колесах. Блядь, звучит, наверное, как мечта, но так оно и есть. Тяжеловато, конечно, местами было, но, блядь, мы не ищем легких путей. То, что нас не убивает, делает только сильнее и сильнее, еще раз сильнее. Все едем, 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 едем. Мы как цыгане или цирк. На ужин будем хавать мидий. А сейчас шавуху не засым. Съесть в заведении придорожном. На вкус похоже на дерьмо. Но невозможное возможно, нам завещал Билан Димон. И мы, запрыгнув в вагонетки, скрипя сердца, желудки, сзады, поедем дальше петь монетку. По полным и не очень залам. Вчера нам жизнь казалась раем, а завтра будет сущий ад. Неважно, все равно сыграем мы, чтобы музыки каскад смог потушить лихое пламя гиены огненной к хуям. А если вы споете с нами, ад превратится в рай, друзья. Когда закончится кутеж, гитар умолкнут голоса. Ну что, Олежа, вот это тоже? Я был в аду, хочу назад. Субтитры подогнал «Симон»